25 единиц техники и около 100 работников убирают снег на внутриквартальных территориях. Но это в обычные дни. В периоды больших снегопадов количество техники и людей значительно увеличат, чтобы вовремя очистить дороги и тротуары. При необходимости мы привлекаем, соответственно, и рабочих текущего ремонта. То есть здесь и дворники, и плотники, и кровельщики, и электрики. У нас чистят входные площадки, когда обильный снегопад, уборщицы лестничных клеток. Ну и, в принципе, даже рабочие мусоропроводы мы также привлекаем, когда обильные снегопады, к уборке территории. Пока мы работаем в штатном режиме. Начало зимы выдалось малоснежным. Но даже тонкий слой снега на дорогах не оставляют, чтобы избежать образования наледи и колейности. Дороги и тротуары посыпают специальной смесью. Мы закупаем ежегодно реагенты. Территория, покрытая льдом, она посыпается песко-соляной смесью. В входные площадки, во избежание того, чтобы эта грязь заносилась с подъезда, мы используем реагенты. Вот именно они. Это не соль в чистом виде, как у нас люди говорят. Это средство убирает скользкость, и ледовые корки на тротуаре становятся шероховатые. Прибирают дворы и внутриквартальную территорию по графику, который публикуют в городских газетах. Также его можно посмотреть на сайте администрации. Сотрудники центра ЖКХ просят горожан ознакомиться с расписанием и не оставлять в эти дни автомобили во дворе, так как они мешают уборке снега. Во время обильных снегопадов развешивают дополнительные объявления на подъездах домов. Мне хотелось бы в преддверии новогодних праздников поздравить всех жителей города Сарова и работников МУП-центра ЖКХ, которые находятся всегда на передовой, стараются максимально принести пользу нашим жителям, поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья в наше нелегкое время, добра, мира, удачи. С праздником с наступающим. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.